Дмитрий Леонтьев Мы готовы сотрудничать. КФУ посетили представители посольства Испании. Быстрее, выше, сильнее. Студенты КГУ сдали нормативы ГТО. Богатая история КФУ привлекает все больше внимания среди зарубежных студентов и ученых. Восхищенные гости из страны ласкового солнца Испании посетили университет. В чем заключена цель данного визита? Смотри далее. Высокий статус и прекрасная репутация КФУ обязывает ВУЗ развивать все больше и больше новых связей. 1 апреля университет посетили представители посольства Испании, чтобы не только познакомиться с известнейшим ВУЗом России, но и наладить научно-образовательное сотрудничество между Испанией и Татарстаном. По словам советника по культуре посольства Испании, испанцы восхищены культурой и великой историей России, а Казанский федеральный давно завоевал среди испанцев особое внимание. Культура и история России очень восхищает испанцев и вызывает огромный интерес, и это неспроста. Ведь даже испанские музыканты, посетив Россию, возвращаются обратно с положительным впечатлением. Ну а что касается наших студентов, то обучение в одном из известнейших ВУЗов России у них давно вызывает большой интерес. Безусловно, мы захотели познакомиться с университетом и его знаменитой научной деятельностью. Совершив визит в Казанский федеральный, гости ВУЗа смогли посетить музей истории КФУ и узнать для себя много нового. Большое внимание было уделено выдающимся ученым, знаменитым выпускникам и участию университета в общественно-политической жизни страны. Иностранные гости отметили, что научно-образовательное сотрудничество, безусловно, важно развить. В наших ближайших планах остается развитие научных и образовательных программ между ВУЗами Испании и Казанским университетом. Сейчас мы очень заинтересованы обменом студентами. Заместители ректоров Испании уже давно проявляют инициативу к данной программе. И, кстати, в ближайшем будущем они могут посетить Казанский федеральный университет, чтобы обсудить все вопросы и детали программы. Интерес о развитии новых образовательных программ между университетом и Испанией не перестает расти. И по признанию самих гостей договор, который позволит воплотить научные планы в жизнь, уже на стадии разработки. Аделя Мухаммедшина, Руслан Урозаев, Универ Ньюз. В городах и вузах Татарстана в курсе политической обстановки мира. И у студентов есть свое мнение на этот счет. Мы за мир. В КФУ прошел круглый стол противодействия экстремизма. Подробности далее. В Татарстане проводятся круглые столы на тему профилактики экстремизма в молодежной среде. Стоит отметить, что инициаторами проведения подобных мероприятий стали студенты-активисты республики. На круглые столы приглашаются ведущие общественные деятели Татарстана, а также специалисты в сфере политологии и конфликтологии. С целью профилактики экстремизма, так как это является очень актуальной темой для обсуждения в молодежной среде, так как вербовки поддаются именно молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет, мы хотим немножечко предостеречь наших студентов, нашу молодежь, наше будущее, чтобы они не попали в такие казусные ситуации, потому что это на самом деле только кажется, что экстремистская деятельность далеки от нас, но на самом деле она может коснуться абсолютно любого человека. В КФУ прошло уже четвертое выступление студентов. Здесь каждый желающий, не боясь, мог высказать свою точку зрения, обсудить со сверстниками и специалистами проблемы распространения экстремистских и террористических проявлений в современном обществе. В профилактике распространения экстремистских настроений среди молодежи заинтересованы не только студенты Татарстана. Для участия в дискуссии на круглый стол прибыли студенты из Тольятти. Анастасия Иванова, Ленардо Влетяров, Универниус. Самые веселые, интересные и важные новости сети интернет в нашей постоянной рубрике Веб-Ньюс. Елабыки проходят первенство России по тэквондо среди юниоров и юниорок. В соревнованиях примут участие спортсмены в возрасте от 18 лет до 21 года, которые приехали из 40 регионов России. В России появился телеканал с медитативными трансляциями. Теперь основа эфира «Моя планета» составит медитативный фильм о путешествиях и красоте планеты. По данным канала, медленное телевидение только набирает популярность на телевизионном рынке. Оно создано для зрителей, уставших от информационной агрессии. Проект планировки и новые границы казанского зооботсада утверждены правительством Татарстана. На территории старого зоопарка создадут три зоны – озеро Байкал, река Усыри и остров Врангеле. Туда заселят животные, которые обитают в этих российских регионах. КФУ и французский институт нефти откроют совместную магистратуру. В рамках совместной магистратуры учащиеся двух вузов смогут получить знания в области геологического и гидродинамического моделирования. Проект «Офис-5100» запускает новый сайт, нацеленный на привлечение иностранцев в российские вузы. Он рассчитан на зарубежных абитуриентов и их родителей. Впервые вся необходимая информация о возможностях учебы ведущих вузов в России собрана на одном ресурсе. Потенциальные абитуриенты смогут видеть на сайте ключевые новости о жизни федерального университета. Наверное, нет такого человека, который не любит слушать музыку. У всех вкусы разные, но важно то, что любовь к хорошей музыке нужно прививать с самого детства. Об этом мы говорили на конференции в Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого. Подробности далее. В Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого прошла конференция на тему музыкального искусства и образования. На данную международную конференцию приехали участники со всех уголков России. Также есть и участники из США, Мексики, Казахстана, Украины. Этот конкурс, который собирает в стенах нашего института уже второй раз, более ста участников. И в рамках этой встречи мы решили провести и конференцию, поскольку накопилось очень много вопросов, очень много проблем, которые необходимо обсудить нашим музыкальным сообществом. На конференции обсудили такие вопросы, как проектная деятельность в сфере искусства, менеджмент и маркетинг в области музыкального образования, проблемы школьного музыкального образования и многое другое. Тема необычная. Сегодня актуальная очень. Это использование музыки в видеоиграх для развития эстетического воспитания школьников. Эта тема действительно интересная, очень актуальная, злободневная, потому что сегодня много школьников увеличены в эту социальную практику, достаточно широко. Она очень, достаточно сильно влияет на них. Основные задачи конференции – это воспитать молодое поколение образованными, обладающими высокой художественной культурой и эстетическим вкусом. Аделия Валеева, Роман Самарин, Универньюз. В КГУ полным ходом идет подготовка к труду и обороне. Студенты, преподаватели и даже руководство вуза надели суперспортивные костюмы и показали, на что они способны. Как известно, программа ГТО «Готов в труду и обороне» – это нормативная основа физического воспитания, нацеленная на оздоровление и поддержание силового духа народа. Акция «Готов в труду и обороне» прошла в пять испытаний. Прыжки в длину с места, выстрел в пневматической винтовке, поднимание тучи из положения лежа на спине, отжимания для девушек и подтягивания для юношей. Главный в этой акции не количественные показатели, а пропаганда здорового образа жизни. Правильное выполнение упражнений минимизирует появление травм и значительно влияет на работу нужной групп мышц. Каждый из участников должен был четко выполнять все упражнения, не заступать за линию, отжиматься с прямой спиной и так далее. Также необходимо было прислушиваться к своему физическому и эмоциональному состоянию, так как для каждой возрастной группы существуют свои нормативы. В акции «Готов в труду и обороне» приняли участие не только студенты КГУ, но и преподаватели вуза. Особое внимание собравшись привлек ректор КГУ Эдвард Юносович Абдулазянов, который тоже не остался в стороне и подал пример своим студентам. При выполнении упражнений все команды студентов без исключения показали стойкость, выносливость и боевой дух, а это говорит об отличном уровне физической подготовки в Казанском государственном энергетическом университете. Анастасия Иванова, Дарья Вахина, Ильсия Хасандзянова, Универ Ньюс. В России официально стартовал весенний призыв. И это не первоапрельская шутка. В 2016 году он продлится вплоть до 15 июля. Так что пополнить ряды славной российской армии успеют все, кто к этому моменту получит диплом или наоборот сдаст зачетку и студенческий. Студенты КФУ привыкли ко всему быть готовым заранее. Ведь, как говорится, тяжело в учениях, легко на плацу. А вот правда, все, что вы увидели выше или нет, мы расскажем уже в наших ближайших выпусках. А на этом у меня все. Вольно, разойдись! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова